Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать вам очень вкусную запеканку из яблок, которая практически делается без муки и почти без сахара. В принципе, если хотите сахара, вы можете заменить на мед. Эта запеканка мне очень нравится, это что-то среднее между овсяной кашей, яблочным пирогом или крамблом. Нам понадобятся яблоки, яблочное пюрре, мука, корица, овсянка и немного сахара. Если хотите, повторю, то сахар можно заменить на мед. Смешиваем в миске овсяные хлопья, яблочное пюре, муку и сахар, ну или мед, смотря что вы используете. Это у нас получается тесто для нашей запеканки, такая вот крошка для крамбла и в оригинале, не в ПП-варианте. Крошка готовится из смеси сливочного масла, муки и сахара. Яблочное пюре для этой запеканки вы можете использовать как в магазине, например, там фруктонья, лягуша или приготовить самостоятельно. Просто запеките яблоки в духовке или в микроволновке и измельчите их с помощью блендера. Сюда же в это же тесто мы добавляем корицу. Поэтому тесто у нас получается такого шоколадного цвета и можно подумать, что там есть какао, но нет, здесь корица. Корица вообще всегда придает выпечке с яблоком какой-то особенный вкус и аромат. Вот такой тесто у нас получается, пока что убираем его в сторону и будем нарезать яблочки. Кстати, тесто можно замешивать как ложкой, как я это делала на видео, так и просто перетереть его руками. Яблочки мы нарезаем как обычно, мелким или средним кубиком. Еще раз повторю, что серединки от яблок я не выбрасываю, я складываю их в морозилку, в такой многоразовый пакет для заморозки с застежкой и потом варю из них компоты. Многие удивляются этому способу, но я ничего плохого в нем не вижу. Почему бы не использовать остатки от продуктов и не приготовить из них новые блюда, если они получаются такими же вкусными, как, например, если бы я просто взяла яблоко и порезала бы его на кусочки. Итак, дальше берем форму для запекания, смазываем ее небольшим количеством растительного масла, у меня масло было оливковое, это удобно делать с помощью силиконовой кисточки. Теперь на одном форме выкладываем наши нарезанные яблочки и сверху кладем нашу крошку, точнее наше тесто, которое у нас получилось. Тесто можно класть с помощью столовой ложки или с помощью чайной ложки. Ставим форму в разогретую духовку и готовим при температуре 220 градусов примерно 25-30 минут. Запеканка получается очень вкусная, особенно в горячем виде. Можно, кстати, полить ее каким-нибудь йогуртом без добавок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!